Продолжение следует... Или отведет от тебя вред такой же величины, или дарует тебе за это в ином мире, в раю, возвысив степенях соответствующих твоей просьбе, и ты в любом случае выигрыши, оставаясь в сохранности и здравии, благодаря тому, что Аллах отвел от тебя неприятности. И ты получил это по милости Аллаха, велик Он и возвышен. А что касается того, что ты чувствуешь растерянность, то это из-за склонности думать об Аллахе плохо, и это все от шайтана. Не отвлекайся на это, мой брат. О, мой брат, возможно, ты будешь молить Аллаха о чем-либо, что может послужить для тебя причиной плохого исхода в этом мире и на том свете. Но Аллах отводит от тебя это по своей милости. Сколько людей просят у Аллаха о своей нужде, но Аллах знает, что если дарует им это, то это испортит их религию. И Аллах отвел от него это из-за своей милости и снисходительности к нему. Это его щедрость и благодеяние. И поэтому пересмотри и исправь свое мнение об Аллахе. И знай, что молитва это граница между тобой и Аллахом, через которую ты можешь получить блага этого мира и вечного. Исправь свое мнение об Аллахе и знай, что Аллах не оставит тебя с пустыми руками. И если он отсрочит ответ, то это только по причине известной лишь ему мудрости. Возможно, человек будет просить у Аллаха улучшить его положение и будет говорить, «О Аллах, даруй мне машину, или жену, или деньги», и так далее. И Аллах знает, что если этот раб найдет эти деньги в такое-то время, то его постигнет искушение. И Аллах решил задержать это имущество для него до тех пор, пока это имущество перестанет быть искушением для него в его религии. Будь хорошего мнения об Аллахе. И пусть твоя грудь будет обширной для него. Ведь ты просишь ущедрого, у которого не иссякают богатства. Ты просишь ущедрого, которого не отягощает твоя просьба. Ведь он сказал, «О мои рабы, если самые первые и последние люди и джинны встанут на одной земле одновременно и попросят у меня, то я дарую каждому. Отвечу на просьбу каждого, какой бы величины она ни была. И это ничуть не убавит от моего владения. Аллах, свят Он и возвышен, не бессилен ответить на твою просьбу. Но Аллах пожелал для тебя блага. Пожелал отвести от тебя плохое и вредное. И он говорит, «Я не колебался». Это говорит Аллах, «Ни в чем, что я собирался сделать, как колебался, когда забирал душу у моего верующего раба. Он не желает смерти, а я не желаю ему причинить неприятность. Любой из царей, если ты попросишь что-либо у него, он не пожелает даже послушать твою просьбу. А Аллах же не желает тебе плохого. Он подчинил тебе то, что на небесах и на земле, и пролил для тебя свои дары, и огородил тебя от бед, и после этого ты остаешься, строя плохие предположения об Аллахе, или расстраиваешься. Отчего ты печалишься? Если бы Аллах пожелал бы тебе плохого, то ты бы не слышал, не видел и не разумел, и не наслаждался бы, идя по этой земле. О мой брат, подумай, к кому обращена твоя молитва, кого ты просишь и на кого надеешься. Будь далек от плохих мыслей об Аллахе и не приближайся к ним. Будь осторожен от причин, приводящих к плохим помыслам. Ты должен отдалиться от пути шайтана и быть примерным. Как это заповедовал тебе милостивый? Не торопи волю милостивого. Посланники и пророки Аллаха, им был задержан ответ Аллаха из-за мудрости, известной только ему, но они терпели и проявляли стойкость в терпении и несли дозор на границах религии, в то время как народы ополчились против них. Как говорит Аллах, вот они напали на вас сверху и снизу, и тогда взоры замерли, сердца достигли гортани, и вы стали строить предположения об Аллахе. Также говорит, там верующие подверглись испытанию и сильному потрясению. И посланник Аллаха, саллилаллаху алейхи вассалям, пробыл три дня, будучи опечальным, обороняя Медину, и с ним его сподвижники. В трудном и изнурительном положении. И так, пока Аллах не ответил ему на четвертый день. О мой брат, у Аллаха есть своя мудрость. Все, что ты можешь сделать, это открыть свою грудь и быть уверенным в Аллахе. И сколько бед, которые обрушились над человека, которые давлеют над ним, по причине которых он терпит испытания, или его охватила болезнь, а затем его ребенка также охватила болезнь. И видя страдания ребенка, это еще больше ранит его сердце, затем проблемы постигают его жену, его любимых людей, проблемы постигают его имущество, его охватили долги, проблемы и переживания, но ничто не расширило и не облегчило ему грудь, кроме как довольства Аллаха. Хорошие мысли об Аллахе и искреннее обращение к нему. А кто надеется на Аллаха, он достаточен для него. По истине Аллах поведал тому, кто проявит терпение и будет стойким в этом, что он дарует ему и пошлет свыше семи небес выход из положения и свою помощь. Ничто не может его обессилить, и твоя просьба ничуть не утруждает его. И не думай, что он не хочет ответить тебе на твою просьбу. Напротив, Аллах желает тебе добра. И сколько тех людей, которые желают сильно что-либо, но Аллах знает, что если дарует ему это, то это может навредить ему. И он говорит, о Аллах, даруй мне ребенка, но ребенка нет. И Аллах знает, что если он дарует ему ребенка от этой женщины, то он может впоследствии стать развратником или грешником. Разве это не является проявлением его милости? Но тебе не остается ничего, кроме как думать только хорошее об Аллахе. Потому что человек зачастую торопит события, и он путается в мыслях, и даже думает плохое об Аллахе. И это все от Иблиса. Проси у Аллаха защиту от Иблиса и проявляй терпение. Человек же, конечно, хочет разрешения своих проблем, которые его постигли, но помощь задерживается. День, два, три или четыре. Но он даже не догадывается, сколько блага в этой задержке. И сколько благ в том, что он не получил то, о чем просил. Аллах увеличивает твой удел, когда ты проявляешь довольство своим пропитанием. Довольство тем, что предопределил тебе Аллах. Потому что ты знаешь, что именно это Аллах предопределил тебе, и что Аллах желает тебе только добра. Когда ты пребываешь в трудностях, проблемах и тягостях, и ты молишь Аллаха, и ответ задерживается, тогда оставайся, будучи с хорошим мнением об Аллахе. И будь уверен в нем. Воистину, Аллах наилучший покровитель и помощник. Ты все равно не найдешь благого, кроме как у Аллаха. И не отдалишь зла, кроме как с помощью Аллаха. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. И тот, кто будет всегда обращаться к Аллаху со своими жалобами, то Аллах оправдает его надежды. И как прекрасен этот покровитель. И как прекрасен этот помощник. Будь же осторожен. И еще раз, будь осторожен, чтобы ты не лишился удела вечной жизни. Если ты попросишь у Аллаха что-либо, то будь осторожен. Ни в коем случае не разрушай свою религию. Не теряй свою религию после своей просьбы из-за своих скверных помыслов об Аллахе. Но если тебя постигнет отчаяние, то это не что иное, как слабость веры и твое плохое положение перед Аллахом. Будь осторожен, чтобы в один день Аллах не посмотрел на тебя и не нашел тебя в этом мире с переменчивым сердцем относительно его повелений. Совершенство это, когда ты говоришь своим плохим мыслям, нет, Аллах хочет для меня только добра. Совершенство в том, когда ты говоришь при ожидании ответа, с помощью Аллаха придет выход из положения. Или с дозволения Аллаха будет только благое, или Аллах пожелал то, что предписал ранее, и пожелал то, что свершилось. И все это только возвышает твою степень у Аллаха и добавляет тебе награду. Аллах сказал, мы непременно даруем награду, превосходящую их деяние тем, кто проявлял терпение. О Аллах, сделай нас из терпеливых и укрепи наши сердца. И Аллах знает о всякой вещи.